В первом этапе Арифлейм Бьюти Уорд приняли участие 800 визажистов. 70 лучших вышли в полуфинал. 14 городов, секретные задания и декоративная косметика The One Стокгольм. Не пропусти самые актуальные бьюти-тренды. Наш сегодняшний пункт назначения – город Иркутск. А вот наши конкурсанты. Анастасия Батрамеева, стаж 2 года. Я работаю по большей части на фотопроектах. За день приходится накрасить до 15 человек. Виктория Танчук, стаж 5 лет. Я успела поработать в разных городах со многими модельными агентствами. Я преподавала в модельном агентстве. Ольга Сидненко, стаж 7 лет. Постоянно обучаюсь чему-то новому, так как фэшн-индустрия все время меняется. Анна Соловьева, стаж 8 лет. Моё направление – это макияж для того, чтобы девушка была красивой и чувствовала себя красивой. Анна Инешина, стаж 4,5 года. Одним из своих достижений считаю участие в рекламных съёмках для заказчиков из Китая, а также публикации в журналах. Кто из иркутских визажистов справится с заданием лучше остальных? Иркутск, привет! Я Ирина Митрошкина. У меня свои салоны красоты и школа макияжа. Я часто работаю со звёздами. Есть педагог, который тебя будет оценивать, и ты такая думаешь, блин, главное не облажаться. Перед каждой из вас стоит по бьюти-боксу. Всё, что вы в нём найдёте, необходимо использовать для макияжа. Ваша тема на сегодня. И яркость – это новый чёрный. У меня был лёгкий шок, потому что я пыталась переварить задание. На создание полного образа у вас всего 30 минут. Ну что, готовы? Три, два, один, поехали! Это обычное время, в которое я выполняю макияж на фотосессии. Боялась, что не хватит времени продумать какие-то детали и элементы. Девушки открывают свои бьюти-боксы. Для макияжа в стиле «яркость – это новый чёрный» нужно использовать. Стик для макияжа «The One», стойкий маркер-подводку для глаз «The One», увлажняющую тональную основу «The One Illuskin Aqua Boost SPF 20», удлиняющую тушь с эффектом наращённых ресниц «The One Lash Extension», тени-рефил для век «The One», жидкую матовую губную помаду «The One Lip Sensation». Я переживала, что мне не хватит времени, не так ляжет, не та насыщенность, что всё осыпется. У меня куча была вопросов. Первым делом конкурсантки выравнивают тон. Содержимое бьюти-боксов – отличный набор для базовой косметички. Советую особенно приглядеться к стику для макияжа «The One». Один этот продукт заменяет и румяна, и тени, и помаду. И можно не волноваться по поводу сочетания цветов. Идеально для тех, кто только осваивает науку макияжа. Я уже успела сделать тон и оформить лицо с помощью стика, а сейчас уже делаю макияж глаз. Очень классные цвета в тренге 2020. Косметика очень универсальная, и можно миксовать. Получается много тысяч оттенков из шести цветов. Я думаю, что этим продуктами с легкостью можно выполнить макияж. В режиме ограниченного времени очень сложно сделать четкие границы. Для таких случаев у меня есть один лайфхак. Мейк с мягкой растушевкой. Слегка небрежная растушевка смотрится очень необычно. И со стиком «The One» очень легко получить классный эффект зацелованных куб. Половина времени позади, и на лицах моделей уже проступают яркие образы. Я использовала сочные тона, оранжевые, переходящие в розовые. Сейчас я использую тени. Использую на помаду, для того, чтобы было более насыщенно. Если хочется эффектный макияж, но яркие тени для вас too much, можно использовать стойки марки «The One». Тонкая подводка, мягкая растушевка и графичная стрелка смотрятся очень круто и креативно. И совсем не утяжеляет взгляд. Дорогие конкурсантки, осталось всего пять минут. Поспешите. Я очень сильно волновалась, переживала. Визажисты ускоряют темп. Внимание, девушки! У вас осталось всего 10 секунд. Все! Стоп! Время вышло! Я довольна собой вообще, как никогда. Девушка такой молодец. Я хороший профессионал. Я очень довольна своим образом. Теперь Виктория, Анна, Анастасия, Ольга и Аня прошу вас презентовать свои образы. Такой яркий, взрывной, кричащий скорее макияж. Я использовала для подложки яркую помаду «The One» матовую. Сделала графичную подводку вдоль ресничного края и прошла еще дополнительно тенями. Виктория тоже использовала в своем образе графичные элементы. Это эклектика цвета, фактуры и формы. Это были фантазийные стрелки. С одной стороны, это была такая степенная, четкая женщина, точно знающая, чего она хочет. А с другой стороны, наше истинное женское существо, где мы можем позволять себе играть, творить и жить. Каждый делает по-своему. И как бы макияж мне не зашел. Для своей модели Ольга выбрала более сдержанный образ. Образ получился живой, манящий, привлекательный. За основу пошел бордовый, малиновый цвет. Мы получаем именно ту живую текстуру, которая загоревшая, отдохнувшая с морей таких. Ольга разбирается очень хорошо в цветах. Я вижу, какие у нее переходы, какая у нее чистая работа. Основой своего макияжа Анна тоже сделала оранжевый цвет. Я использовала теплые, яркие, насыщенные цвета. Стойкую помаду. Я сделала градиент от оранжевого к розовым. На губах, на глазах и вышла на скулы. А Анна Инешина предложила оригинальный контрастный мейкап. Свой образ я построила на основе контрастного сочетания зеленого и розового. В качестве хайлайтера использовала сатиновые рыжие тени. В качестве акцента сделала с помощью лайнера две черные точки под глазами. А теперь, наши зрители, внимание! На сайте Lifestyle Expert вы сможете проголосовать и выбрать лучших визажистов из каждого города. После этого профессиональное жюри определит пять счастливчиков, которые пройдут эксклюзивный курс обучения в Институте макияжа в Стокгольме. А также поборются за шанс стать официальным визажистом Арифлейм и получить контракт с брендом на 1 миллион рублей. Смотри, голосуй, выбирай победителей на Lifestyle Expert. Жди Арифлейм Beauty Award в следующих городах. Владивосток, а также Москва-регионы встречайте уже 15 сентября.